Привет, с вами Велсаком. Наконец-то iPhone 8 долетел до меня. На самом деле, как любой топовый техноблогер, я пользуюсь iPhone 8 и 8 Plus уже 3 недели. Ну, просто вот только сейчас могу вам рассказать, как он выглядит. Конечно же, мы распакуем коробочку и ничего нового не узнаем, потому что он отличается ровно ничем от всех тех айфонов, которые выходили много лет назад. Черт возьми. Коробочка чуть-чуть пострадала, ну и хрен бы с ней. Что я хочу вам рассказать? Я уже посмотрел видосы распаковок там американцев, всяких наши ребята подсуетились, и все очень грустно. Никто не умеет распаковывать айфоны, никто не умеет рассказывать о технологиях. Вообще нет нормальных технообзорщиков, и я тоже говнюк еще тот. Я бы мог нормально сделать все красиво, но я толстый и ленивый. iPhone 8 цвет серебряный. Как мне кажется, один из самых красивых, потому что он теперь стеклянный и смотрится необычно. У нас с вами был Jet Black, он же глянцевый черный. У нас с вами был розовый, и это было прикольно. Сейчас линейка ограничилась всего тремя цветами, и два из них весьма грустные, золото и черный. А серебро весь такой необычный. Историческая фигня, друзья мои. Сейчас будет real talk, и обязательно think about it. iPhone 8, первый iPhone за долгое время, а как вы понимаете, я трогал их все, которые мне абсолютно неинтересно распаковывать. Galaxy Note 8 вызывает больше ажиотажа в моем желудке, чем вот эта фигня. Хватит трындеть, давай распаковывать. Вы знаете, я как могу, оттягиваю этот момент, потому что я не увижу в этой коробке ничего нового. У меня вообще есть много вопросов к Тиму Куку. Ребята, у меня есть MacBook 2017 года, классный. У меня есть iPhone 8, и я их достаю, и не могу друг к другу соединить, потому что у одного USB-C, а здесь лежит в коробке USB-A. Вам что, сложно положить сюда переходник, который стоит 3 цента? Тим Кук, отдуплись. Я вам даже больше скажу. У каждого из вас есть пауэрбанки, провода, которые приходится носить с собой, обматываться ими с ног до головы, вот так вот, вот все время это происходит. Почему? Потому что iPhone не живет до обеда. У него маленькая батарейка 1900 мАч. Сегодня на рынке это просто хппо. И что делает команда Джонни Айва, Крейга, Федериги и нашего любимого Тима Кука? В iPhone 8 они делают батарейку еще меньше, ты понимаешь? Еще, мать его, меньше на 100 мАч, чтобы он вообще вырубался. На морозе при 40% iPhone говорит, пока в Москве этот будет выключаться при выходе на улицу. Как такое можно делать? Он стал толще, он стал тяжелее на 10 граммов. Да, добавили беспроводную зарядку. Она на рынке уже 4 года. Apple, как можно такие вещи выпускать? Что произошло с компанией? Я до последнего верил в Apple, что они придут на рынок беспроводных зарядок с чем-то уникальным. Что сделали эти уроды? Они взяли обычную зарядку, которая на рынке уже давно. И ты берешь обычный QI, Q, мать его, ай. И здесь прямо на ней написано, подходит для Galaxy S7 и прочих старых аппаратов. iPhone выходит в 2017 году и поддерживает зарядки от Galaxy, мать его, S7. Бомбит у меня. Как они так умудрились? Мне кажется, в первую очередь все испортило название. Но ты смотришь, это не iPhone 8. Вообще ни разу. Это iPhone 7s, который прикидывается. И нахрена выпускать iPhone X и путать всех людей? Что за странная история у всех технологических компаний? Что они так не любят девятки? Я слышал замечательную историю, что по-немецки 9 это 9, и iPhone 9 это типа не круто. И Windows 9 тоже не круто. Но блин, сделайте iPhone 7s, 7s Plus и iPhone X, который в сторону. И когда ты покупаешь iPhone 7s, ты покупаешь флагман, но есть еще дорогой для идиотов. А здесь я покупаю iPhone 8, как бы понимая, что в ноябре выйдет телефон, который круче. Ну и нахрена мне это? Теперь доступны две версии. 64 и 256 гигабайт. И впервые за долгое время у Apple длиннющая линейка. Хочешь SE, хочешь 6s, хочешь 7, хочешь 8, хочешь Plus и всякие разные. И как мне кажется, это с одной стороны здорово, потому что ты можешь выбрать с большим диапазоном цен. С другой стороны, это путает. И Jobs бы, наверное, такого не допустил. И вот впервые за долгое время я переживаю из-за того, что Jobs бы всю эту канитель не одобрил. Ладно, enough talk, погнали. Распаковывается, как и в прошлом году, с 7-очкой. Теперь у нас все это красиво. За хвостик потянул и коробочка открыта. Apple умеет упаковывать свои девайсы. И в этом плане, конечно, ребята, ну не подводят. Но с другой стороны, ничего интересного не происходит уже много-много лет. Даже яблочки эти когда-то были предметом, может быть, какого-то коллекционирования. Сегодня нахрен не нужны. Зачем? Иди отсюда. Это, конечно, очень грустно. У нас телефончик приехал из Франции. И он весь из себя такой, знаете, авэк, все дела. Ну, привет, iPhone 6. iPhone 6, 2014 год. Ничего не изменилось. В чем прикол? А прикол в том, что сзади-то он, зараза, выглядит очень сексуально, хочу вам сказать. Если я только что его ругал, то не то, что беру свои слова назад, но зараза вот отличается. Даже несмотря на то, что Jack Black был такой весь из себя прям очень крутой. Вот это серебряное... Ммм... Слушай, я... Как у них так выходит, ну? Ну, вот я только что ругался, говорил, что iPhone этот... Оказалось, что он классный. Посмотри, какой он классный. У него новая камера. У него классный A11 Bionic на 10 нанометрах. Собственно, это и позволило компании при уменьшении батареи сохранить время работы на том же уровне. Здесь, конечно же, все стало круче. Да, он так прям в руке лежит не скользко. За счет того, что это стекло, и, как говорят, оно достаточно крепкое, мы, конечно же, сделаем дроп-тест. Если хочешь, чтобы Валя разбил пару айфончиков, то влепи лайк прямо сейчас. И узнаем, так ли это на самом деле. Но, блин, и внешне, и на ощупь телефон-то отличается. Как этот лектор, помнишь? В комплекте мы находим Lightning AirPods с переходничком. Да? Да? Нет? Стоп, раньше же переходничок был. А, теперь он лежит здесь. Но он, видимо, выпал, потому что я кидал коробку. Окей, ну, кстати, телефон целый, что важно. Конечно же, вот этот вот самый обычный Lightning. И по факту это USB 2.0. Apple даже его никак не ускорила. Я ждал Lightning 2, обратно совместимый с USB-C. Ну, что-нибудь. Понятное дело, что подключать телефон к компьютеру сегодня нафиг не надо. Ну, блин, ребята, ну, позаботились бы. И обычная зарядка. iPhone 8 и 8 Plus поддерживают быструю зарядку. Они за 40 минут могут зарядиться до 50%. Ну, где-то плюс-минус. И в комплекте идет обычная 1-амперная зарядка. Опять же, которую уже 100 лет в обед. Где быстрые зарядки? А-ха-ха, на магазине. Можно купить за 5000 рублей опционально. Меня дико бесит, что iPhone нельзя активировать без сим-карты. Раньше нужно было подключать к iTunes, и это дико бесило. Сейчас, пожалуйста, Wi-Fi, но сим-карту тоже засунь. Даже если это сим-фри. И это, конечно, блин, обидно. Сразу вижу чуть лучший экран. Его прокачали. Это все еще IPS в случае iPhone 8 и 8 Plus. Здесь все еще очень хреновое разрешение для 2017 года. Но добавили True Tone. Я бы в большей степени хотел видеть 120 Гц, как в больших и страшных iPad'ах. Но так тоже ничего. И вы знаете, что самое смешное? Такие экраны плюс-минус на рынке уже есть. И эксперты говорят, что если вы разобьете непосредственно дисплей, его поменять достаточно дешево. А вот с задней стеклянной крышкой, которая только появилась, будут проблемы. И это напоминает мне времена iPhone 4.4s, когда все ходили с битыми стеклами. И это было, ну, практически искусство. Сим-карту придется достать из Pixel, который я использую как один из своих дополнительных смартфонов. И Google совсем скоро, 4 октября, презентует второе поколение Pixel. Они умудрились упороться и купить часть HTC за 1,1 миллиарда долларов. По сути, за Instagram с копеечкой. И вы знаете, это достаточно интересно. Несмотря на то, что фоточки утекли и выглядит он немножко стрёмно. Я верю, что Google сможет задать, ну, некоторый вектор, как сейчас происходит с тем же Samsung Note 8 годный аппарат. И опять же, ставьте лайк, если хотите узнать об этом устройстве поподробнее. Мы также запилим распаковочку со всякими эмоциями. iPhone 8 на 64 гигабайта стоит 57 тысяч рублей, а на 256 – 69. Просто реально отвал башки. Слишком дорого. Как покупать правильно в интернете? Мы с вами знаем Letyshops.ru, мои старые друзья, с которыми мы проводили конкурсы. Кстати, айфончики вышли, и мы сейчас их отправим нашим победителям замечательным, которые их выиграли в том самом конкурсе. Это мои друзья, с которыми мы сотрудничаем уже давно. Я сам пользуюсь сервисом. Там есть огромное количество вариантов отслеживать предложения в магазинах, интересные всякие акции. Вы заходите, пользуетесь, получаете кэшбэк, возвращаете деньги. И можете купить этот сам айфон, когда представится возможность. Выгодно, потому что, конечно же, сейчас это горячая новиночка. Но совсем скоро, не кипишу. Она будет нормальных денег стоить, и это очень важно. Так что пользуйтесь Letyshops, это ваш проводник в мире интернет-магазинов и всего, что вы любите. Все ссылочки в описании. Есть еще классное расширение для браузера. Заходишь на свой любимый магазин и сразу понимаешь, какой кэшбэк. Красота! И айфон тоже молодец. Вот вы знаете, ругаю Apple, как мне кажется, весьма обоснованно. Мой айфон 7 Plus это самый убитый смартфон за все время моего использования айфонов. Он и сзади потерся, Jet Black, и спереди я ему стекло разбил. Но смотрите, что происходит на iOS 11. Как с AirPod-сами. Хотите настроить новый айфон? Разблокируйте для продолжения. Пальчик прикладываю. И погнали! Мне не надо вводить никакие данные на новом айфоне, которые я хочу настроить под себя. Я могу все сделать здесь. iCloud, синхронизация в полный рост. И для меня это какой-то новый опыт. И это здорово. В этом плане молодцы. Apple не подвела. Сбой настройки. Ошибка 6722. Ладно, мы люди не гордые. Сейчас ручками все сделаем. И я вам хочу сказать, что мне не очень нравится, как сейчас происходит процесс сетапа. Нужно кучу всего потыкать и подтвердить, и войти. Ну блин, дайте мне пользоваться телефоном, я дальше решу. И проблема в том, что на Android примерно то же самое. Войди сюда, войди туда. Смотри-ка, он не сдается. Если у вас есть айфон или iPad с iOS 11, поднесите его ближе, чтобы автоматически войти в систему. Вообще-то есть. И мы уже пробовали. Что-то не зашло. Давай еще раз. Почему нет? Мне интересно, как это вообще реализовано. Давай, давай, давай. Вроде как фишка есть, но не работает. Что надо сделать-то? Что ты не хочешь? Смотри, 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 магия поперла. Наконец-то получилось. Как с Apple Watch. Ожидание нужно вот так вот совместить кружочек. И после этого, видимо, настройки Wi-Fi передаются. В iOS 11 их, кстати, можно шарить. И это круто. И я должен ввести код со своего вот этого айфона здесь, чтобы он начал переносить данные. То есть, сейчас происходит реально черная магия. Не надо даже вводить пароль Wi-Fi, какие-то еще пароли. Просто бам-бам, и все отсюда, через облако, конечно же, переносится сюда. Если это работает так, как я себе представляю, то я прощаю Тиму Куку, ну, наверное, пару косяков точно. Все, я настроил телефон в два раза быстрее, чем раньше. И более того, я не просто зашел в свою аккаунт-историю, я еще и перенес ее. Восстановление из iCloud подсчет оставшегося времени. Вы знаете, вот эта история спасла всю ситуацию. Вначале я был очень скептически настроен, но это магия. Она как бы мне зашла. И, конечно, этот айфон хочет казаться восьмерочкой. Хотя мы знаем, что это айфон 7s. Ну, не вывозит он на новую версию. Здесь, ну, чуть-чуть новый дизайн. Стеклянная крышка, ну, беспроводная зарядка. Ну, чуть лучше камера, понятно дело. Процессор новый. Ну, все это было. Здесь никакого нового вау не случилось. Все это в десяточке. И меня часто спрашивают, стоит ли покупать айфон 8. Что я вам скажу? Если у вас айфон 5s, может быть, SE, то здесь вы найдете, ну, другой дизайн, интереснее. И, конечно же, это самый современный айфон, он лучше. Но если у вас есть 6s, 7, то в этом никакого смысла нет. Конечно же, ждите десятку. В ноябре выходит, вместе распакуем и узнаем. Ну, и если вы хотите заценить распаковку айфон 8 Plus в цвете золота, а также черной, то поставьте побольше лайков. Чем мы быстрее наберем огромное число, тем быстрее я распакую 8 Plus. И вот там меня интересует и быстрая зарядка, и новая камера портретная. Там должна быть повеселее. А с вами был Яцеком. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мои социальные сети. Твиттер, Инстаграм тоже к вашим услугам. И до новых встреч. Пока.